Полное посвящение. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 42 стих. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. Размышления, часть первая. Большая любовь. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 37 стих. Иисус бескомпромиссен в том, чего Он ожидает от Своих учеников. И речь здесь вовсе не о совершенстве, потому что мы видим, как быстро Он прощает и восстанавливает людей после их падения. Следовать за Иисусом значит считать Его самого главным приоритетом своей жизни. Иисус понимает, что решение признать Его суверенным Господом неизбежно приведет к разделению в семьях и разногласиям между близкими людьми. Хотя мы не призваны намеренно отдаляться от членов наших семей, призыв стать учеником значит, что мы должны возлюбить нашего Спасителя больше, чем кого-либо еще. Даже если это и кажется нам какой-то крайностью, все это обретает глубокий смысл, когда мы вспоминаем о том, что Его любовь к нам намного больше того, что может предложить этот мир. Применение Каким образом вы можете продемонстрировать свою любовь к Христу? Как вы можете свидетельствовать о Его любви членам своей семьи, которые в Него еще не верят? Размышления, часть 2 Принимая Иисуса полностью Евангелие от Матфея, 10 глава, с 38 по 42 стих Наша новая жизнь во Христе начинает по-настоящему приносить плод только тогда, когда мы полностью отказываемся от старой. Когда мы берем свой крест и следуем за Христом, мы соединяемся в смерти с Ним, чтобы воскреснуть к новой жизни в Нем. Через это действие мы преображаемся в такого человека, какого хочет видеть в нас Бог. Иисус пришел не исправить или улучшить нашу старую жизнь, а поменять ее на новую, свою. Как последователи Христа, мы имеем привилегию делиться этой радостной вестью с окружающими и быть уверены в том, что те, кто примет это послание, приобретут в нем вечную жизнь. Давайте же примем Иисуса во всей Его полноте и поделимся им с этим миром. Применение Как ваша вера помогла вам осознать, что вы новое творение? Попросите Бога дать вам мудрость и смелость делиться радостной вестью о Христе со своими знакомыми. Молитва Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что я могу называться Твоим ребенком. Я могу смело входить в Твое присутствие благодаря Твоему Сыну Иисусу. Пусть моя любовь к Тебе сияет ярче, чем все мои отношения с близкими. Мне же помоги любить их больше. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 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 Подписывайтесь наmerce. Аминь. Продолжение следует...